Уважаемый представитель СМИ, уважаемые дамы и господа! Сегодня нами проведена конструктивная и плодоторная работа, по итогам которой был подписан ряд двусторонних документов о сотрудничестве. Примечательно, что визит уважаемого Владимира Владимировича проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Убежден, что его результаты придадут новый импульс динамичному и гармоничному развитию всего комплекса таджико-российского сотрудничества. Россия была и остается ключевым стратегистом-партнером Таджикистана во всех сферах. Будучи гарантом выполнения мирного соглашения, Россия сыграла важную роль в процессе установления мира и согласия в Таджикистане, внесла существенную вклад в социально-экономическое развитие страны и укрепление ее национальной независимости. За годы независимости сотрудничество с Россией динамично развивалось во всех важнейших сферах жизнедеятельности. Правовая база таджико-российских отношений, состоящая из около 260 документов, охватывает практически все аспекты нашего взаимодействия от военно-технического до крупных социально-экономических проектов. Состоявшийся диалог на высшем уровне вновь подтвердил высокую степень взаимного политического доверия, чем мы весьма дорожим. Стороны высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран. Мы согласились с тем, что для дальнейшего их совершенствования имеется большой неисползыванный потенциал. Была выражена обоюдная заинтересованность в продолжении постоянного политического диалога, который способствует оптимизации нашего взаимодействия по всем направлениям. В ходе переговоров мы обстоятельно рассмотрели состояние и перспективы таджико-российского сотрудничества в двухсторонном формате и на площадках международных организаций ООН, ШОС, СНГ и ОДКБ. Огромное значение для наполнения наших экономических связей новым содержанием имеет расширение географии таджико-российского межрегионального сотрудничества и углубление уже существующих контактов в этой области. Стороны также подтвердили готовность продолжить сотрудничество в таких важных секторах экономики, как сельское хозяйство, текстильная и горнородная промышленность, энергетика, включая нефтогазовую отрасль. Была выражена готовность к совместной работе по увеличению производства и поставок экологически чистых овощей и фруктов на российский рынок. Мы были едины во мнении, что Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству играет ключевую роль в решении стоящих сегодня перед нами задач. Были рассмотрены вопросы трудовой миграции. Мы выражаем надежду, что предложения таджикской страны в этой области найдут поддержку российского правительства. Мы решили предпринять ряд эффективных мер культурно-гуманитарной, в том числе образовательной сферы. В этом контексте было отмечено важное создание благоприятных условий для удовлетворения растущего интереса таджикских граждан к получению образования на русском языке. Сегодня на территории Таджикистана действуют филиалии трех российских высших учебных заведений, а в российских вузах обучают более 20 тысяч наших граждан, в том числе по квотам, выделяемым ежегодно российской стороной. Мы признательны правительству Российской Федерации за решение об увеличении квот для таджикских студентов в этом учебном году. Наряду с учебой таджикской молодежи в России актуальным остается в вопросе строительства новых средних общеобразовательных школ с русским языком обучения в Таджикистане, а также обеспечения таджикских образовательных учреждений преподавателями русского языка, учебниками и пособиями. При обсуждении международных вопросов особое внимание было уделено взаимодействию в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими формами транснациональной организованной преступности. Мы отметили эффективное и результативное взаимодействие правоохранительных структур и условились о дальнейшей координации наших усилий в этом направлении. Всем известно, что около 60% внешней границы содружества с Афганистаном приходится на Таджикистан. Наша страна является форпостом на данном рубеже, и это накладывает на нас огромную ответственность за адекватное реагирование и предотвращение любых возникающих угроз и вызовов. В этой связи мы уделили особое внимание ситуации в Афганистане и высказали общее мнение о крайней важности установления мира и стабильности в этой соседней стране. Было выражено обоюдное стремление к развитию военного и военно-технического сотрудничества, прежде всего по линии модернизации вооруженных сил Таджикистана в интересах укрепления обороноспособности нашей страны и обеспечения региональной безопасности. В заключении хотел бы выразить свою искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу, за присвоение высокой государственной награды Российской Федерации Ордена Александра Невского. Эту награду прежде всего я воспринимаю как высокую оценку вклада всего таджикского народа в дело развития и укрепления дружеских отношений с братской Россией. А теперь с вашим удовольствием передаю слово уже ему Владимиру Владимировичу. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Уважаемый Имам Али Шарипович, уважаемые дамы и господа, друзья, переговоры с президентом Таджикистана прошли, как обычно, в очень тёплой, дружеской атмосфере, сначала в узком составе, очень подробно обсудили практически все направления нашего взаимодействия, а затем с участием руководителей министерств и ведомств. Хотел бы подчеркнуть, что Таджикистан – надёжный союзник и стратегический партнёр России. Наши страны объединяют проверенные временем дружественные связи. В апреле этого года мы будем отмечать, как уже говорилось неоднократно в ходе нашего визита сегодня, 25-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Большой вклад в укрепление двухстороннего сотрудничества вносит и лично президент Таджикистана. И в знак признательности этих особых заслуг сегодня я с большим удовольствием вручил Имаму Али Шариповичу высокую государственную награду Российской Федерации – орден Александра Невского. Как вы знаете, орденом дружбы награждён также и министр иностранных дел Таджикистана. Отмечу, что в ходе нынешних переговоров приоритетное внимание было уделено расширению торгово-экономического партнёрства. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнёров Таджикистана. Наша страна почти полностью обеспечивает потребности в нефтепродуктах. К сожалению, в последние годы из-за нестабильной глобальной конъюнктуры, колебания цен на сырьевые товары, волнательности, валютных курсов, показатели в стоимостном выражении торгового оборота несколько сократились, но физические объёмы остались практически прежними. Мы как раз сегодня и занимались тем, чтобы создать новые условия, дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Потому что такое положение дел, даже в известной степени формальное, конечно, нас устраивать не может. Ключевую роль в решении этой задачи, в решении задачи экономического развития и торгово-экономических связей, призвана сыграть межправкомиссия, которая работает энергично и достаточно эффективно. Россия является и ведущим инвестором в таджийскую экономику. Наши компании вложили в Таджикистан более 1,6 миллиарда долларов. Крупные совместные проекты осуществляются в энергетической сфере. Построенная с российским участием Сан-Дудинская гидроэлектростанция производит 12% всего вырабатываемого в Таджикистане электричества и может снабжать электроэнергией третьей страны. Подписанное сегодня межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях открывает дополнительные новые возможности для совместной работы в этой важной сфере. Ну и, должен сказать сразу, что это и, прежде всего, решение экологических проблем. Хорошие перспективы для расширения взаимовыгодной кооперации видим и в сельском хозяйстве. Россия заинтересована в увеличении поставок аграрной продукции из Таджикистана. Чтобы помочь таджикским производителям в доставке в Россию продовольствия, российские железные дороги устанавливали в прошлом году и готовы продолжить эту практику установления льготного тарифа на перевозку сельхозпродукции. На переговорах конструктивно обсуждались и межрегиональные связи. Мы придаём этому большое значение. С партнёрами из Таджикистана работают практически все субъекты Российской Федерации. Серьёзной поддержкой экономики Таджикистана служат, конечно, и денежные переводы, которые отправляют домой работающие в России таджикские граждане. Их 800, по нашим подсчётам, сегодня 876 тысяч. Только за прошлый год объёмы таких перечислений превысили 1,9 миллиарда долларов. Это почти одна треть ВВП страны. Подчеркну, что в России гражданам Таджикистана предоставляются максимально возможные преференции. Пребывание в течение 15 дней без постановки на учёт, оформление патента на работу сроком до трёх лет. Делается всё необходимое, чтобы обеспечить таджикским гражданам достойные условия для жизни и труда, гарантировать им социальную защиту и медицинскую помощь. На это в том числе направлено и подписано сегодня двухстороннее соглашение о сотрудничестве в вопросах труда и занятости населения. Президент Таджикистана ставил вопросы по другим аспектам этой проблемы, в том числе и по гражданам, которым по тем или иным причинам запрещён въезд на территорию Российской Федерации. Мы это обсуждали. В целом решение найдено, и мы будем работать в соответствии с договорённостью с президентом Таджикистана. На хорошем уровне находятся российско-таджикские контакты в области образования, науки, культуры. В российских вузах обучаются свыше 21 тысячи таджикских студентов, половина из них на бюджетной основе за счёт бюджета Российской Федерации. В этом году мы приняли решение увеличить количество госстипендий, выделяемых для граждан из Таджикистана. Я хотел бы особое внимание обратить на то, как бережно относится Иванович Шарепович к поддержанию и развитию русского языка. Мы этому придаём большое значение, и это очень ценим. Сегодня договорились, что мы предпринем дополнительные шаги для совместной работы по этому направлению, в том числе и будем развивать сеть школ, где преподавание осуществляется на русском языке. В Душанбе успешно функционирует российско-таджикский славянский университет, где обучаются свыше 6 тысяч студентов, а также филиалы МГУ Московского института стали и сплавов Московского энергетического института. Состоялся полезный обмен мнениями по наиболее острым вопросам международной и региональной повестки дня. Отрадно, что по большинству из них позиции наших стран практически совпадают. В частности, при обсуждении непростой ситуации в Афганистане стороны высказались за скорейшее достижение в этой стране национального примирения, заявили о готовности оказывать Кабулу содействие в продвижении соответствующего переговорного процесса. Россия и Таджикистан разделяют озабоченности распространения в Афганистане влияния террористических группировок, такой, например, как так называемое исландское государство. Мы обеспокоены бурным ростом наркотрафика, трансграничной преступности. В этой связи договорились активизировать совместные меры по защите афганской границы, в том числе задействовать возможности расположенной в Таджикистане российской военной базы. Условились продолжать и далее уделять приоритетное внимание взаимодействию наших стран в рамках таких важных организаций, как ОДКБ, СНГ и ШОС. Договорились продолжить здесь совместную работу. И в заключение ещё раз хочу поблагодарить Имаму Али Шариповича за тёплый, очень радушный приём обстоятельной и результативной переговоры. Уверен, что достигнутые в ходе сегодняшнего визита договорённости будут способствовать дальнейшему развитию экономического взаимодействия в интересах народов России и Таджикистана. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Большое спасибо.